За плечами лучшего преподавателя детской школы искусств 2018 года Наталья Литюк, музыкальная школа, учеба-музучилище, а затем в Харьковском институте искусств по классу фортепиано. И знаменитая Гнесинка. Наталья с отличием окончила курс органа под руководством заслуженного артиста России профессора Александра Фессийского. И именно орган-педагог называет своим инструментом. Еще великий Моцарт назвал королем всех музыкальных инструментов, прежде всего за его богатые художественные и технические возможности. Ведь орган – это единственный инструмент, который, в принципе, может соперничать со звучанием Большого симфонического оркестра. Прежде чем стать преподавателем, Наталья 15 лет была солисткой Днепропетровского дома органной и камерной музыки. Все это время активно концертировала, участвовала в фестивалях, мастер-классах, успела поработать со многими именитыми музыкантами и вокалистами. В 2015 году Наталья пришла преподавать в Винновской Дышеи и уже через три года стала лауреатом общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Наталья Литюк уверяет, она победила еще и благодаря своему талантливому ученику Антону Иванову, который помогал ей с конкурсным заданием. Он поступил в этом году в музыкальное училище при Российской академии музыки имени Гнесиных. Я, безусловно, счастлива, что есть такие дети, преданные искусству, и они очень впитывают все то, что им дает учитель, поэтому мне было очень легко в данном случае стать лучшим преподавателем с такими детьми. Орган – один из самых старых музыкальных инструментов. Он появился еще в III веке до нашей эры. Это уникальный инструмент, позволяющий исполнять сложные полифонические произведения. В зале «Дыши» стоит большой духовой орган, а в классе ребята занимаются на миниатюрном электронном. Он ведь сильно отличается от фортепиана наличием двух клавиатур. Они уже спрашивают, а как вот играть, а вот так руки поставить или иначе, а вот как ноги, ой, здесь такие же клавиши. То есть сам инструмент вызывает восхищение, удивление. Полине Лошадкиной 10 лет. 4 года она ходила на фортепианные уроки, а теперь уже второй год с удовольствием занимается на органе. Хотя сначала кажется, что тут три минуала. Левое на одном, правое на другом. Многие тоже играют. Но хотя для меня на органе гораздо легче, чем на фортепиано. А Даниил Давыдов уже четвертый год играет на органе. Как и его учитель, он начинал с фортепиано. Наталья Литюк уверена, главное, чтобы обучение приносило удовольствие всем. И ученикам, и преподавателю, и родителям юных музыкантов. Если делаешь что-то с удовольствием, успех не заставит себя ждать. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Винное ТВ.